Субтитры сделал DimaTorzok Напомню, что Даг у нас заражен, и мы не будем никаким образом отталкивать его, мы хотим увидеть, как он кого-нибудь укусит или сожрет, или как на это посмотрят, отнесутся другие люди Так, нас было больше, мы отвечаем, видать, этому бомжу, сколько нас было, раскрываем свои секреты, к сожалению, прочитал, ответим да Так, позор Я не знаю, что Дэ ответил, да? Вот, Даг уже начинает харькать кровью Вытереть лицо ему, ну давайте ему вытерем лицо, ну что-то у него такое... А чем... А, давайте вот, возьмем бумажечку Вытерем ему лицо, ну что ж, давайте вытерем Зачем нам останавливать поезд? Я не хочу останавливать поезд, на самом деле Я хотел бы посмотреть, как он кого-нибудь съест Смотрите, у нас остался ключ, значит мы кого-то будем хиганать этим ключом Так, можно спокойно бомжа столкнуть, он как-то вообще непонятно стоит А, все понятно Так, ну все, мы можем только говорить с ними или пойти остановить поезд Ладно, раз уж на этом зацикливается наш сюжет, пойдем, да, остановим поезд Где-нибудь, где много зомби на нас нападут И мы посмотрим, как эпично мы потеряем еще пару членов нашей группы Итак, что-то поезд... Ну да, сопротивление ветра, мы идем медленнее, чем обычно Открываем У нас через щелочку смотрит Кенни Смотрит через щелочку Он понимает, что нужно остановить поезд Но он не хочет останавливать, нам придется с самим Где рычаг? А мы только поговорить можем с ним, да? Сами мы остановить не можем Что? Показать или... Давайте покажем вам тряпочку Крофтевая сына Он станет ходячим Он становится ходячим Скажем ему правду сразу Он поправится Я думаю, что это ошибочное мнение Что он поправится, мне жаль, он не поправится Мне жаль, да, не будем его отвлекать Я не должен сейчас так говорить Иди назад и скажи моей жене, что с ним все будет нормально А в чем дело? Он слегка болен Мне нельзя же так просто... Это просто царапина Как другие... Да я бы не сказал, что это просто царапина По виду его конкретно грызанули Ты отрицаешь А с наибойс... Дело не в даке А в чем? Зачем я это сказал? Ты думаешь, что дак укусили из-за тебя Ты не могу спасти шума или дака? А мы его раздракониваем Мы его сейчас что-нибудь с ним сделаем Драка или выбросим Давайте позволим себя ударить На самом деле это я просто ступил И не успел нажать Защититься Давайте это цой-цой Хватит, хватит Побил меня и хватит Я понимаю, надо спустить А мы его душим Зачем мы его душим? Я не хочу его душить Я надеюсь, мы его не убьем Не хотелось бы его Да хватит уже Успокойся, чувак Походу я его сейчас убью Нет, не убил Ну, не хотелось бы кинять Кенни Это единственный мужик взрослый В напарниках Хотя он иногда и ведет себя как баба Но Мужик Мужиком Мы привели Кенни в чувство Это радует Он остановил поезд Ну что ж Значит так надо Раз он остановил поезд Значит по сюжету будем Как-нибудь тут изворачиваться по-своему Так Хотя в диком лесу По идее зомби не должно быть В пустом каком-то лесу Хотя это же ходячие мертвецы Мы прекрасно знаем, что тут зомби везде Они собираются убить его или что? Что вам нужно? Нам не стоит тратить время Мы дадим вам время Мы дадим вам время, да Чем больше времени Тратится На все Всякую херню Тем больше Продуктов уходит В еды, воды Что еще там, я не знаю На чем поезда ездят На топливе Кстати, да Кстати Поезд-то был на топливе на каком-то На диз топливе Или на чем? Это же не паровой поезд Печальный момент, конечно, да Жалко ребенка Кенни, очухайся Какое Есть его усилие Никто не выживал А вот именно твой сын выживет Нужно смириться с этим Хоть как-нибудь Я не знаю Катя это сделает Кенни это сделает Я сделаю Я это сделаю Нет, я не буду влезать в это Я лучше промолчу Пусть они сами решат Я не буду вмешиваться Это их семья Пусть сами делают Если я положу на кого-нибудь ответственность Я буду в ответе За это моральное расстройство А так В конце концов У нас Кенни Негласный Лидер Нашей группы Или по крайней мере Поставленое лицо Как в свое время был Ельцин Наверное Кенни уже Даку уже совсем поплохело Он уже сопит даже Мать сама убьет Наверное Сына Мы поговорим с Кенни Кенни запомнит Мое сожаление Ну Это мое сожаление Так Дак умирает Катя позаботится Да, Кенни Чувствую Все в порядке Проболчим Просто промолчим Я думаю Она не глупая девочка Сама все сообразит Раз Дакушен Она все-таки не поняла Ммм Оно убивает его Оно убедится Что он в порядке Она избавится от его Она избавит его от страданий Да Ммм Это более-менее Мягкий Мягкий Способ Да Даже такой говнюк Как я На данный момент Играя роль негра Должен хоть иногда Сожалеть об этом Хотя это сложно Блин Мне быть говнюком Если честно У нас новая нянька В виде Бена В виде этого футболиста Что-то мне подсказывает Мы не зря здесь остановились И это будет непромежуточная сцена Мы походу на этом месте задержанцы Ну что-то мне так подсказывает По крайней мере Что-то найдем сейчас Или Возможно украдут Жену Кенни Я не помню правда Как ее зовут Забыл пассажир Может ее украдут Сейчас мы узнаем Сейчас мы на это все посмотрим Единственное что мне не нравится Выстрел Выстрел мог Твою же медь Катя Этого я не предвидел Если честно говоря Меня это ошарашило Если честно Она не выдержала Этого Ну мы собственно Этого и добивались Господи Нам все еще нужно Разобраться с Даком Я ж не забываем Я говноед Нам нужно разобраться с Даком Единственное что я надеюсь Это она выстрелила себе в голову А не в сердце Хотя у нее закровавленная Рубашка вроде бы Неужели Кенни Тоже себя пристрелит Это будет вообще эпично Кенни ты сможешь Ты мужик Дай мне пистолет Сделай это Положи этому конец Кенни Давай Кенни Давай Все Дак умер И в скором будущем Он превратится Если ты не выстрелишь Стреляй Я надеюсь ты выстрелил в голову Или ты просто промазал Нам этого не покажут что ли Да я решил Кенни дать застрелить Дака Откуда мне эта ссадина Мне кто-то наверное ударил Блин я все забываю Да мы все таки выстрелили в голову Эпичный момент закончился Мы потеряли еще двух членов нашей группы Но приобрели одного бомжа Мне кажется это честный обмен И мы продолжили ехать Да мы продолжили ехать дальше Климентарин все со своей рацией возится Ну понятно у девочки есть надежда Что она все таки найдет своих родителей Хотя мы уже хрен знаем где от ее дома Что-то это Чак Видимо бомж наговорил Климентайн Здорово Как оно Больше не разговаривает с моей девочкой Но она не моя девочка А почему ты сказал что Что сказал Климентарин Почему ты сказал что сказал Климентарин Мне плевать Какие у тебя были причины Потому что это случилось Я мало знаю вас Народ Но я точно не могу сказать Что если у вас будет такая же Как сейчас Так ты знаешь Я знаю что у вас нет плана Но доберетесь вы до Саванны А дальше что? А дальше А дальше Я тебе хочу сказать Что я сомневаюсь Что тут много людей Мы найдем лодку Да Мы найдем лодку И поплывем в далекие розовые края Где бегают единороги И вообще срут они радугой Как это было в одном мультике кажется Слушай Чак Вот я не понимаю С какого перепуга Ему есть дело к этому Если ее или меня укусит Это будут мои личные гробки Я не парикмахер В чем таки я не парикмахер У нас новый квест назревает Стрич Клементайн Да уж У тебя есть семья Кенни все же заставил своего сына А заставил своего сына Куда направляешься Куда он направляется Нам не интересно Зачем ему говорить про Кенни У тебя есть семья Нам это тоже вообще не важно Честно нам Вот как говнюкам Насрать на него Он просто очередное мясо Почему я не могу двигаться Почему я собственно не могу двигаться Это мне непонятно Что за борода Блин Походу нам придется А вот Что-то я Что-то я затупил Так Тут мы только поговорить можем О Мы можем что-то наклацать Мы можем посмотреть Взять Что это у нас Ага Кенни нам сейчас Не помощник И он в трауре Единственное Чтоб он вел правильно И не решил Покончить жизнь Самоубийством Одновременно Угробить всех нас Так мы идем к Клементай Попытаемся его подстричь Это что? У нас здесь вино есть Виски Виски Это хорошо Ну Жил и здесь А вот здесь у нас ножницы По идее Сейчас мы найдем Да и подстрижем Клемента Такие Не детские ножницы Я бы сказал Давайте ее Подстрижем Попробуем Попробуем Так что ты думаешь По поводу Чака Ну и Паршевый день Ты должна знать Как защищаться А мы не подстрижем ее Ну и Паршевый день Я это не обязательно Давайте Ты должна знать Как защищаться Может мы на ножницах Ее будем учить защищаться Правильно это ли решение Давать маленькой девочке В старец Что ж Ну крок Спокойно Набираешь воздух Целься в голову Это важный совет Кстати Целься в голову Я думаю Она должна это знать Ты ужасно А это уже слишком Для первого Так Для первого учения Мы сейчас Ей нарисуем Самодельную цель А Бутылочка Нормально Мимо Отдача отдала По рукам И ей больно было Ну что ж Походу мы растим Новую Никиту Или Никиту Джигурду Левее Правее А я не знаю Не шевелись Не шевелись Наверное Я же не вижу Куда она целится Давайте выше Нам ниже надо Правее надо Не левее Левее И ниже Опа Четенько Хороший Хороший выстрел Неужели они не слышат Шумы Наши Соплеменники Как сказать Согрупники Не слышат шумы Не идут Просто Правее 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 И не шились Есть Из нее Вырастет Замечательная Никита Или это Блин Фильм не дано смотрел Что-то я вступил Клементина Будет у нас Новая Убийца Научили ее стрелять Как замечательно Мы сделали Добрый поступок Галочку Нам Мы научили ее стрелять И она чувствует себя хорошо Это же замечательно Преврожденная Просто Убийца Ну Давайте ее Подстрижем Как я вижу Ну можем уже Хе-хе-хе Это не мягко Что? Ты говоришь Это смеется? Нет Нет Потому что Это смеется Смех Нет Ты помнишь Когда Андей Сент-John Смех И я Смех Да Мы его подстрижем Под мальчика Блин Я не хотел Мне нравятся И такие волосы Подлиннее Сейчас на ней Я имею ввиду Не то чтобы Мне нравятся дети Блин Как-то я Не выкручусь Теперь из этой ситуации Подстричь Потом подстричь Потом подстричь Потом подстричь Ну раз надо У нас квеш такое Нам дадут за это экспы Давайте подстрижем Не мов Это хороший день Я надеюсь Единственное Что мы и голову Не проткнем ножницами Это было бы Эпичный Эпик фейл Просто Нет вообще-то Да как Можно быть Сложнее Нет вообще-то Блин Мы из нее Уже сделали Мальчика Если бы я Ответил По-другому Мы бы Сделали лучше Прическу А нет Еще у нее Девочка Дивичья Прическа Что-то мы с ней Такое делаем Убивать плохо Хоть мы и говноеды Мы будем учить ее Хорошим поступком Наверное Раз нам дано ее учить Хоть кого-нибудь Мы сделали Хм Мы сделали ей косичку Две Или одну Ей не понравилось Что-то она совсем опечалена. Раз у нас есть такая безопасная прическа, мы можем радоваться. Теперь Клем ничто не грозит. Абсолютно. Так, уходим из этого лагона. У нас есть бутылка виски, мы, наверное, предложим ее Кенни, он в трауре. Не знаю, чья. Так. В моем прошлом здесь есть какие-нибудь карты, ты все еще хочешь уплыть на лодке. Ну, блин, а куда ему деваться? Конечно, он хочет уплыть на лодке. Что ты такое спрашиваешь вообще? Что я вообще такое спросил? Нахер я это сделал? Блин, ладно. Другого плана у нас все равно нет. Давайте поговорим с этим Чаком. Чаком Норрисом, блин. Бутылка. А что мы ему ее даем? Я бы не хотел отдавать. Хочу ли я? Конечно, наливать, чего бы и нет. Кто знает, сколько жить осталось кому. Хотя он может болеть чем-нибудь. У меня может быть какая-то зараза на губах от его. От его. От него. От него вообще. В общем-то. Что-то у нас совсем редко стало, очень мало у нас стало. Давайте поговорим с Биллом, или как, с футболистом вот этим вот. Бэм. Нас не так много осталось. Карли не должна была погибнуть. Причем тут Карли. Карли уже там бы погибла. Не будем об этом. Мы все в безопасности. Даже не знаю, может ли рассчитывать на Кенни. Да мы все в безопасности. Все пучком. Что может случиться с поездом-то? Ну, если только с рельсом сойдет. И с какого перпома вообще сойдет с рельс? Рельсы будут поломаны впереди. Вот это будет, кстати, эпичный момент. Не надо ему говорить про Карли. Блин. На самом деле, я не знаю, что мне дальше делать, если честно. Давайте со всеми обо всем поговорим. Возможно, на этом и закончим все, для этой серии. О том, что со всеми обо всем поговорим. Вы можете абсолютно меня не слушать, а читать просто титры, узнавая о сюжете. Мне, на самом деле, не особо интересны некоторые моменты этой игры, например, там, какие-нибудь взаимоотношения между людьми. Твоей мамы нет, во-первых. Что ты думаешь про Чака? Что ты думаешь про Чака? Расскажи нам. Я бы не сказал, что он хороший. Я тут собираюсь поискать вещи, ну и паршивый день. Что ты думаешь про Чака? Что ты думаешь про Чака? Мы уже спрашивали. Давайте скажи мне, ну и паршивый денек. Паршивый день не бывает. Ну да, мы потеряли, можно сказать, треть своей группы. Это уже радует, что она рада, что пошла с нами. По крайней мере, она не жалеет, а об этом выбирает. Мы обнадежили Клементайн, что в городе будет, возможно, безопасно. Хотя, на самом деле, мы даже не представляем, какая там может таиться опасность. Может, там вообще какие-нибудь там зомби, мутировавшие, там, я не знаю, собаки. Кстати, почему нет зомби-собак, зомби-котов, зомби-коров, там, я не знаю. Это мне всегда интересовало. Давайте возьмем. Оставить покоя. С чем мы можем еще поговорить с ним? Чак хотел узнать, хочешь ли ты выпить. Да. Ему, кстати, не помешает выпить, бухнуть. Есть, есть. Не хочешь? А, все-таки ты пойдешь. А мы можем сесть, наверное. Давайте. Мы его выпроводили из этого места и достали документики какие-то. Как нам посмотреть эти документы? Как нам глянуть? Это, блин, как нам их глянуть? А, давайте поговорим, может, с Чаком. Вот. Таким нехитрым способом мы выманили Кенни из его места и достали документы. У тебя есть семья, Кенни все же застрелил своего сына. Куда направляемся? Куда мы, собственно, направляемся? Туда. Многословный ответ. У тебя есть семья. У тебя есть вообще семья? Где-то там, где-нибудь. То есть, он покинул ли, а она уже мертва? Уже 14 лет, если мне память не изменяет. Значит, ты бездомный. Ну почему? Мы едем на его доме. Он не бездомный. Да, я заметил, что ты еще тут алкаш. Кенни все же застрелил своего сына. Это никакой не кошмар. Это сила воли, выдержка и крепкие нервы, на самом деле. Не каждый бы так сделал. Лично я считаю это мужеством. Другой бы поступил так, как жена Кенни, Катя. Она бы... Кстати, Кенни, Катя. Хорошее сочетание имен. Так, с этим мы уже вроде поговорили. Привет, Бен. Увидимся. Коротко и ясно мы поговорили. Я не понимаю, почему он ведет себя так странно. И это был не я. Или это был я. Опа-па. Из-за него. Из-за него умерла. Так. Блин, я забыл уже ее имя. Это моя вина. Конечно, твоя вина. Как ты можешь? Я тебя сейчас скину нахрен вообще отсюда. Господи, Бен, почему ты это сделал? Я тебя сейчас убью. Ты, ты. Друг. Ну да, по сути, он нас не знал. Он хотел спасти друга. Мы не будем его, наверное, убивать все-таки. Он раскаялся. Рассчитывая на то, что мы его помилуем. Ну, по крайней мере, мы узнали, кто воровал. Припасы. К сожалению, мы изначально не поверили. Лили. Ну, что сделано, то сделано. Мы срабро ссорили всех и вся. На самом деле, я вот не понимаю. Мы едем сейчас с нормальной скоростью. Почему нет ветра, который сносит эту карту? На открытой местности все-таки карта стоит. Режит. Нам следует спасать твоих родителей. Нам нужна помощь в поиске лодки. Давайте обнадежим ее. Давайте обнадежим. Пусть она будет счастлива. То, что мы помогаем ей. Я думаю, это подействует на наши взаимоотношения с ней. Не обязательно себе. А не обнадеживая себя. Думаю, слушай, давайте обнадежим, но не особо. Короче, я сам запутался, что мы хотим вообще от игры. Но давайте придерживаться плана, что мы говноеды. Редистские вообще негроидные отбросы, которые вообще прицелятся только на одну цель. Или как сказать, мать его. Хочет добиться только выживания, личность, своей жизни. А остальные ему по барабану. Мы ее обнадежили, чтобы она совсем не расстраивалась. Что мне подсказывает? Конечно, разговаривай. К ним, ну да, это все так ты... Мне кажется, мы найдем родителей, но не всех, а именно либо отца, либо жену. Ну, либо отца, либо мать. Ее найдем. Мне что-то так подсказывает смысл. Потому что если найдем обоих, то... Опа, 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 опа. Что-то происходит. Видать, где-то что-то с неполадки, с железной дорогой. И нам придется просто-напросто идти пешком. И это будет весьма интереснее, чем ходить по железному трамвайчику, который вообще неудобно. Вообще, смотреть куда-либо. И что у нас там? Замечательно. Нам преграждает путь. И это шикарно. Надо взорвать. Это все к ебеням. На самом деле, наверное, придется как-то завести машину, и то это гнать подальше. Потому что если мы взорвем это к ебеням, то там немоз завалится, и мы не сможем просто-напросто проехать. Ну, у нас лестница наверх, и, да, скорее всего, мы как-нибудь с этим справимся. Смотрю, у нас новое противостояние. И вы кто такие, нахер? Нет, мы дружелюбные. Френдли? И я думаю, на этом мы... Сейчас я его поверну лицом к нам. Вот. И я думаю, на этом мы закончим нашу серию. Собственно, у нас новый квест. Разобрать свалку. Разобраться в этом деле. Новые люди. Возможно, они к нам присоединятся. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Жека. Подписывайтесь на канал. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok